Привет всем, вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 29 июля. Из-за наводнения в районах Челябинской области началась эвакуация людей. Два поселка в Челябинской области ушли под воду по самые крыши, оттуда эвакуировали более 140 человек. Новая точка сильнейших затоплений в Челябинской области, поселке Пионерский и Рабочий под Еманжелинском. Режим ЧС в Еманжелинском районе ввели накануне вечером. Все плохо в поселке Пионерском, дома ушли по крышу, погибло много животных. Люди потеряли абсолютно все. В населенных пунктах есть проблемы с электричеством и водоснабжением, в соседнем поселке рабочая ситуация едва ли лучше. Жуткие кадры присылают пострадавшие местные жители. Во второй половине дня, 28 июля, после изнуряющей жары, на Барнаул обрушился мощный ливень с градом и сильным ветром. Ливню предшествовали долгие раскаты грома, от которого срабатывала сигнализация машин. Затем начался сильный дождь. Хоть осадки были непродолжительными, стихия принесла множество разрушений. Упали деревья, дороги превратились в реки. На пересечении Шевченко и 9 января упал башенный кран, дорога перекрыта. На некоторых улицах было по колено воды и выше. По прогнозу регионального гидрометцентра, завтра в Барнауле ожидается кратковременный дождь. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Вышедшая из берегов река Самур сносит дома в Дагестане. Река Самур и ее притоки вышли из берегов из-за сильных дождей. Бурным потоком, по их словам, уже снесло несколько участков в селе Шинас, затопило дороги и разрушило мосты. Очевидцы поделились кадрами, на которых река сносит все на своем пути. Уточняется, что также из-за непогоды были повреждены электросети. Сообщалось, что полсотни населенных пунктов республики остались обесточены. Согласно источнику, повреждено несколько опор линии электропередачи. Электричество отключили в пяти селах Рутульского района. В СМИ писали, что из-за ливней погибло 100 голов скота. В результате удара молнии в парке «Патриот» погибло два человека и пострадали еще три. Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке, прятались под зонтом от дождя, сообщили в экстренных службах. Момент удара молнии попал на камеры парка. В Восточном Казахстане неожиданно выпал крупный град. При этом в регионе сохраняется жаркая погода. Жители Усть-Каменогорска сообщили, что в городе выпал крупный град. Некоторые из них даже боялись выходить на улицу. Отдельные градины достигали размера грецкого ореха. После того, как град закончился, в городе прошел сильный ливень. Казгидромет накануне сообщал, что в Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквалистый ветер. Напомним, недавно крупный град, скуриное яйцо, обрушился на поселок в Кегине. По неизвестной пока причине, в районах Муглы и Мелас вспыхнул пожар. Прилагаются усилия, чтобы не допустить распространения огня. Пожар вспыхнул сегодня в лесу, окруженном красными соснами, в Газелерском районе Ментише. После уведомления в регион, были отправлены 6 самолетов, 5 вертолетов, 12 цистерн с водой. В качестве меры предосторожности, власти эвакуировали 14 домов в районе Кассирлер. Пока ситуация сложная, огонь сдержан всего на 10%. Аналогичная ситуация с пожарами в районе Муглы наблюдается каждый год. Трассу не видно, самолеты задерживаются. Новосибирск и область накрыл густой туман. Новосибирцы, как ежики в тумане, 30 самолетов не могут приземлиться в аэропорту Толмачево из-за густого тумана. По данным СМИ, 10 рейсов были перенаправлены в аэропорты Томска, Кемерово, Новокузнецка и Омска. Сообщается, что видимость в условиях тумана составляет от 100 до 400 метров. Власти настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле. Новосибирцы поделились впечатляющими кадрами непогоды. Крупный пожар сформировался на холме возле озера Тоба, Северная Суматра. По данным регионального агентства по управлению стихийными бедствиями округа Дайри, известно, что площадь сожженной земли в этом месте составила 50 гектаров. Огонь продолжает активно охватывать новые площади. Пожар распространился из-за сильного ветра и засушливого сезона. Информации о пострадавших пока не поступало. В регионе продолжаются отключения электроэнергии. Эвакуация населения пока не проводится. Циклон Кирсти лишил света несколько муниципалитетов Калининградской области. В Калининграде шторм повалил более десятка ветвей и деревьев. Ранее МЧС предупреждала о сильном ветре и шторме в Калининградской области, максимальные порывы которого составили до 20 метров в секунду. На северо-западные и западные регионы России обрушится циклон Кирсти, а центр вихри выйдет на Смоленск. Стоит ожидать прохладу, ливня и усиление ветра до 15 метров в секунду. В ночь на 29 июля сильный шторм обрушился на несколько муниципалитетов Альта-Марки и внутренних районов Тревиза. Десятки сообщений поступали о поваленных деревьях, отключениях электроэнергии и затопленных подземных переходах. Пожарные, карабинеры и гражданская оборона работают еще с ночи, помогаю пострадавшим от непогоды. Местами выпал град размерами до 3 см в диаметре. Часть дорог блокирована упавшими деревьями. На данный момент ведутся восстановительные работы и проводится расчистка территории. Пыльно-песчаная буря снова разыгралась в Саудовской Аравии. Основная масса пыли и песка накрыла город Джазан. Скорость ветра достигала 60 км в час. Власти выпустили предупреждение, что ряд районов пострадают от пыли и высоких температур. Аэропорт не принимал самолеты в течение трех часов. Министерство здравоохранения и гражданской обороны призвало людей с респираторными заболеваниями не выходить на улицу. Видимость местами не превышала 50 метров. Внезапный оползень унес жизни 15 человек в районе Нанюэ провинции Хэньян. Спасательные операции на месте продолжаются, под завалами могут находиться люди. Оползень разрушил часть отеля. Как сообщают власти, масса камней и грязи полностью снесла одноэтажное крыло гостиницы. В тот момент там находились люди, так как событие произошло рано утром. Этот район недавно подвергался обильным осадкам, которые принес тайфун Гаэми. Это и стало основной причиной подвижки грунта. На испанский город и муниципалитет Гранада обрушился крупный град. Наиболее сильно пострадал город Пелегрос. В первые минуты приближения градового шторма ничего не предвещало беды, градины падали довольно крупные, но редкие, а затем все превратилось в настоящую градовую бомбардировку. Размеры отдельных градин достигали 5 см в диаметре. Градовый шторм причинил различные повреждения в провинции, сломаны ветвей деревьев, повреждены крыши домов и складов, пострадали и автомобили. Сильный пожар затронул район Понте-Мамало в Риме. В качестве меры предосторожности около 100 человек были эвакуированы из домов и жилых помещений, расположенных вблизи района. Высокий столб дыма поднялся над этим районом и был виден практически из всех точек города. Власти рекомендовали закрывать окна и пользоваться кондиционерами. Пожарным удалось за несколько часов сдержать огонь на 50% и не допустить его дальнейшее распространение. По словам властей Кночи, они планируют полностью его ликвидировать. Повышение уровня воды в реке Панчганга вызвало наводнение в Колхопуре, Индия. Команда пожарных проводит спасательные операции, эвакуируя жителей, а также ищет людей, оказавшихся в затруднительном положении в затопленных районах города. Впервые в штате открыты почти все речные дамбы, но уровень воды все равно повышается. Наводнение стало сильнейшим в стране за 100 лет. Свои дома покинули более 220 тысяч человек. Их разместили в специальных лагерях, но места для всех не хватает. Сейчас в стране сезон дождей, но уровень осадков выше, чем обычно в это время года. Пожар в парке Чика локализован на 12%, после того, как сгорело более 180 тысяч гектар леса, многие жители были эвакуированы. Чиновники говорят, что пожар экспоненциально разрастался из-за крутого рельефа и сильного ветра, перемещаясь на расстояние от 4 до 5 тысяч гектар в час. Пожар вызвал эвакуацию в нескольких округах Северного штата. Чиновники пожарной охраны Калифорнии заявили, что пожар в парке уже уничтожил 134 строения, а 4200 сооружений все еще находятся под угрозой. Сообщений о травмах или погибших не поступало. Вторгшийся на северо-восток Китая тайфун Гаэми вынудил власти закрыть сотни заводов и эвакуировать свыше 27 тысяч человек из своих домов. Самый мощный в этом году тайфун обрушил сильные дожди и мощные ветры на прибрежные города провинции Фуцзянь. Стихия двинулась с юго-восточного побережья в густонаселенные внутренние районы страны. По всей провинции приостановили свою деятельность сотни химических и горнодобывающих предприятий. В китайской провинции Фуцзянь стихия затронула около 630 тысяч человек, почти половина из них была переселена. Вчера днем в Гуанчжоу был отмечен крупный торнадо. На видео, которым поделились очевидцы события, видно, что вдалеке, на сельскохозяйственных угодьях района Наньша в Гуанчжоу появился торнадо, сопровождаемый молниями. На время прохождения смерча небо потемнело. По последней информации, пять человек погибли и не менее десяти пострадали в результате буйства стихии. Очень интересное видео попало на просторы интернета, такое ощущение, что у медвежонка состоялся танцевальный батл или он просто изучал новые движения. А вы как думаете, поделитесь своими мыслями в комментариях. За последние сутки на Земле произошло 142 землетрясения с магнитудой равной двум или более. Землетрясения с магнитудой равной четырем или более произошли в 24 странах, в каких именно, вы можете посмотреть на своих экранах. Спасибо за просмотр выпуска и за внимание. Спасибо за вашу поддержку и активность. До завтра.